Смотри какие буйволы Смотри, смотри Какие рога у них Это город 1880 года Вон динозавр даже остался Видишь? Вон Со скелетом Мужиком Да, town 1880 На улице 36 градусов Жарей А нас тут денег Вот Вот Папа 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 Ну да Там написано Вон начинают Природные красоты Южные Дакоты По трассе бывают вот такие вот View Overlook называется С другой стороны там Идут разрезы горные Красота Просторы Едем дальше Сегодня У нас такой Более релаксный День для поездки Так как нам нужно проехать чуть меньше Ну как бы нужно проехать только Сколько вчера Но я решил сейчас остановиться Еще минут 30 Вон там У кого-то горы есть кемпинг И там попроще с местами И И И будет всего полтора часа до горы Рашмара А то я думал что мы сейчас приедем Там пока туда-сюда Ну и что вечером можно конечно не съездить Но там предстоит сделать достаточно много нечего Вечером посмотреть Наверное нечего Поэтому Завтра утром спокойно станем Доедем до этой горы Посмотрим Погуляем Чуть-чуть дальше там проедем И уже Будем на пути К Парту Трентона И елл А сейчас туда будет дорожка ешь Американская природа продолжается Мы увидели с дороги статуи бизонов И здесь живут какие-то А так они вот они живут здесь Да А как они не боятся Макс только не надо бежать за ним Хорошо Присядь Присядь и руку поставь Присядь и руку поставь Это они сообщают что типа это тревога Я не могу Приготовиться да Крикнули да что приготовиться Макс Макс Зачем Видишь ты испугнула бы Они все предупредили что все надо убегать Да Зачем ты его испугал? Макс не надо А я его вижу Он меня так кует Он меня так кует А наверняка В перуAR Бивон Ох Бивон Не надо Мы заехали в Национальный парк, а то сразу же Аверлук. Интересное природное явление. Они очень цепучие, Макс. Да, вот смотровая площадка с Redlands Wall. Детя! Другие маши ведем. Мам, что ты делаешь? А вот радуга сейчас будет. Только что молния сверкнула. Мы должны быть разуга где-то, ребята. У нас всегда бывает. Нет ворота китал? Нет. 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 Есть парковка, и вот тут еще одна парковочная что-то проехать Что это? Как ты мог такой мир проехать? В общем, мы звонили в этот парк, он находится в национальном парке, в этот камп-граунд, и сказали, что мест нету, но по факту мы все равно решили приехать, может быть что-то будет, действительно, есть свободные места, то есть они как бы забронированы, отменены, вот это было отменено, несколько бы сейчас свободных даже не забронировали, не знаю, почему они так сильно говорят, но особенно они получают в национальных парках, в больших, недорогой камп-граунд, он стоит 24 доллара здесь в сутки, ну без воды, без электричества, в том плане, что на камп-сайте так-то вода есть, вот, то ты им звонишь, они говорят нет, но по факту приезжаешь и всегда, ну по крайней мере то, что мы приезжали, для нас всегда хоть одно местечко находилось. Тимофею не удалось покататься неделю назад по грязи на рейзере, поэтому он решил устроить грязь здесь, здесь такая земля, грязючая, да, чуть-чуть воды налил и такая грязь получается, да, Макс? Да. Я с ним играю, я с вами тоже. Да. Печать завтра. Завтра. И так, мы приехали на туристическое место. здесь трейл между вот этими вот породными скалами, образованиями. На закате. тут Руту? Ты горный козленок? Да. Что там? Что там? Вот мы подошли ближе к этим грязевым образованиям. Это грязь, смотри, это грязь, это просто грязь. Это как песочек, знаешь, делаешь на этом, на пляже. Вот так вот. И вот кто-то вот так вот тоже играл великан какой-то и напесочил вот так вот. Это после воды осталось? Да. Дно океана, да. То есть реально после воды этот песок поставил? Я здесь сказал. Это мой маленький кролик. Да? Понятно. Это же не кролик, а суслик. Это кролик. Да? Маленький кролик. Красиво в этих горах на закате. Свет выпадает. Тима, как обычно, крыша едет. Привет! Сейчас будет какой-то брызг наверх. Вакс, аккуратно, аккуратно. Обрыв здесь. Все, не подходи, блин, может отболиться. Смотри, сейчас будет прикол. Прикол, да? Нет. Кто-то вышел из-за гор. Да, скалы? Некоторые, да. Горы тоже были, они ссыпались. Да? Да. Идем вдоль высохшего моря. Думаю, что это за кем? Ну, думаю, да, что. Думаю, что это за кем? Да. Думаю, что это за кем? Очень много ласточек здесь живет. У меня слышно ласточек. Вон, одна смотрит на меня. Смотрит на тебя? А? Да. А что слышно? Вон, еще одна. Вон, еще одна. Это какой-то поедобный. Да? Спит, наверное. Это 4,24 миллиона герцогол. Аккуратно, да. Тут есть мель, папа. В траве особенно. В траву главное не ходить. Да. А там вот мель. Да? Угу, да. Макс, аккуратно там. Угу. Стоп, Макс. Кто же пошел? Макс. Стоп. Макс. Кто же пошел? Макс. Макс. Куда же пошел? Ну. Макс. Макс. Пойдем. Пошли. Нет. Это здесь. Нравится тебе здесь, Макс? Макс. Макс. Мне бы нравилось, если бы мы пошли до 6 точки. Ну да. Там далеко просто идти. До 6 точки. С Илюшем не пойти. Да? Да. Слушайте, как удачно мы заехали вообще, да? Прямо на закате. Это самое... Там на картинке нарисовано, что на закате самый классный мир. И мы как раз здесь находимся на закате. В этом замечательном нашем парке. Да? Да, вообще классно. Очень удачно. Случайности не случайны. Да? Я поход тут. Угу. У меня тут поход. Угу. 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 А Лёлик там и с ней Лёлик. Кто это? Угу. Вот произошел закат солнца. Пока мы ехали, оно село. ехали после прогулки обмылись души хотя здесь нету воды на кемп-сайте у нас есть но есть это надо идти здесь тишина и спокойствие потому что далеко от цивилизации пока этот кемпинг здесь больше ничего наш автодом а как оказывается это грозовая туча была там молния сверкает макс там ползает сейчас пришли на театр, разве будет какое-то представление мне кажется, что здесь в национальных парках нашел парксервис нашел парксервис очень часто бывают разные вечерные приезды для детей или взрослых это похода звезды будем смотреть итак очередное утро на кемпинге да дети надо готовить нам вкусный завтрак и мы сегодня с каким видом у нас просторы какие горы а вот наши детки хорошие они утром просыпаются и в телефона вечером ложатся и до часа ночи в телефона да лёш открой кошечка открой посмотри какой там вид какой там вид ты просыпаешься у тебя какой вид и мы открываем дверь опа немножко хочу вам рассказать о еще раз нашем автодоме что мы остановились на кемпинге без электричества без воды ну вот на таком кемп сайте то есть допустим там засели у них есть у нас нету но из-за того что у нас есть илюшка да то у нас все круто вот у нас в общем есть батарея ну все 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 он с кулачка упал да я ему с кулачка дал дай ему еще раз с кулачка дай ему с кулачка дай ему с кулачка вот батарея и у нас есть вот он показывает три заряда у нас есть фреш вода половина воды и чисто осталось black это заполнена письки какашки наши это у нас кухня это у нас душ и у нас при этом есть газовое отопление газовый нагрев воды нам не нужно электричество мы включили нагрели воду и вчера и вот это вот помпа то есть это насос который качает нам воду и доставляет ее во все краны нашего дома и соответственно душ тоже и все представляете как круто как уникально то есть все у тебя и свет есть вот этого вот все просто прекрасно и вот этого батареи при умном использовании то что все постоянно хватает нам на двое суток без зарядки а если вдруг нужна зарядка мы включаем генератор и он заряжает наш аккумулятор и все снова работает единственное что мы не можем это мы не можем использовать зарядка в этих вот в розетках вот ну и кондиционер это все остальные холодильник работает от газа у нас тоже вот это домик следующий у нас будет подобный таком прям вообще дворец на колесах относительно нашего в два раза больше а вот это дворец на колесах уже но в два раза больше нашего ну чуть чуть больше ты че это маленький еще маленький еще конечно Тима говорит это еще маленький нет смотри какой здоровый больше едет в два раза да нет да больше едет в два раза даже зашли в визитер-центр здесь рогат голод лизонов и тут вот показано какие животные здесь обитают обитают badlands national park sasdakoda здесь целый музей очень много почему-то народа я не знаю почему видимо очень популярный визитер-центр не здесь вообще нужно проехаться вот по этой вот по этой линии были раскопки и нашли каких-то животных да лишь увидел скелет и закричал ага да ааа аж это какая-то собака которая шли здесь Вот здесь вымершее животное. Это вот эти вот языки. Prayer dogs. На, где жили индейские племена. Кто-то нашел вот такую кость. В этом центре есть лаборатория по раскопкам. Нестоящие здесь элементы. И дети тоже в этом участвуют. Типа здесь находили всякие разные исторические животные? Да, и динозавров тоже. Динозавров? Нет, и динозавров. Нет, и динозавров. Ну, каких-то просто вымерщих вид. Вымерщие виды. Да, и динозавров. А мы динозавров. А мы динозавров, да? Мама сэр. Окей. Идите, идите. 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 а город все поставили так Bobcat Bobcat correct didn't have to give him a hint which is his name is Bob so yeah Bobcats they live in the Badlands too they are probably living up in those tree lines or along the rocks do you think this guy would blend in very well with that all this in Badlands? wow I agree we are cooking 85 we are going to go to Badlands Park we are going to go to Badlands Park we are going to go to the road on the road on the road on the road on the hill on the hill beautiful here is where you can walk look how beautiful here this is colors moon and the on the road here look at the beautiful Harley here there I would never have this there should have been it is here Продолжение следует... 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 Продолжение следует...